Добрый день всем слушателям и подписчикам моего канала. Пришла пора подкитаться с пешеходами, которые нередко нарушают правила дорожного движения. И это их безалаверность и безответственность просто скрывает мозг. Капюшоны, наушники, гаджеты и просто заданный вверх нос. Перебегающая дорогу не посмотрев по сторонам. Капюшоны, намеревающиеся проскочить на скейтах, роликах, велосипедах или просто несущиеся, сломая голову по пешеходному переходу или просто прибегая дорогу. Для вас наступил час расплаты и вскоре вам тоже придется сдавать экзамены в ГИБДД на знание правил дорожного движения. Ну, насчет экзаменов в ГИБДД я конечно загнул, но сегодня представляю вашему вниманию первый билет из этой серии. Обязанности пешехода. Кстати, кое-что будет интересно и водителям, ведь как долго мы бы с вами не находились за рулем, иногда приходится спешиваться и превращаться в пешехода. Перед тем, как начнем разбирать билеты для пешеходов, поставьте, пожалуйста, ролик на паузу и подпишитесь на канал или поставьте лайк. А распространив данный ролик по сети, мы с вами сможем обратиться к пешеходам с просьбой «берегите себя». Итак, билет номер один имеет пять вопросов. Для начала пешеходам этого будет достаточно. Вопрос первый. Кто из вышеуказанных людей попадает под понятие «пешеход» согласно правил дорожного движения? Первый раздел правил дорожного движения расшифровывает нам понятие «пешеход». Пешеход – это лицо, находящееся вне транспортного средства, на дороге, либо пешеходной или в велопешеходной дорожке, не производящая на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие самки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты или иные аналогичные средства. Из выше приведенной информации вытекает, что все лица могли бы попасть в понятие «пешехода». Но этот же раздел дает нам определение для водителя. Водитель – это лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, погонщик, ведущий по дороге вьючных верховых животных или стада. К водителю приравнивается обучающий вождению. А значит, к понятию пешехода девушку, гуляющую по дороге с остриком, мы с вами приравнять не можем. В соответствии с правилами дорожного движения она является водителем. Правильным ответом будет вариант 2. Вопрос 2. На нерегулируемых пешеходных переходах Пешеходы могут переходить в проезжую часть смело, пользуясь преимуществом, или все-таки им что-то нужно для этого сделать. Да, на нерегулируемых пешеходных переходах пешеход, конечно, пользуется преимуществом, но он имеет право выходить на проезжую часть, а значит и переходить дорогу, только после того, как оценит расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедиться, что переход будет для них безопасен. Пешеходу как минимум необходимо остановиться и посмотреть по сторонам. Пешеходы, берегите себя и дайте шанс водителю вас вовремя заметить. Билет номер 3. При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами, и обеспечить видимость этих предметов водителями транспортных средств. Логика подсказывает, что ночью пешеходы обязаны себя обозначить всегда и везде. Но это не совсем так. Здесь я считаю косячок правил дорожного движения. Пешеход за пределами населенного пункта обязан иметь световозвращающие элементы, а вот в населенном пункте это ему только рекомендовано. Вопрос 4. Где разрешается движение пешеходов как по татуарам, так и по проезжей части? Так сказать, ла-фа для пешеходов. Везде, в жилых зонах или в жилых зонах и дворовых территориях. Так вот, в жилой зоне, обозначенной соответствующим знаком 5.21, движение пешеходов разрешается как по татуарам, так и по проезжей части. Пешеходы здесь имеют преимущество, однако они не должны создавать необоснованных помех для движения транспортных средств. Но это же требование распространяется и на дворовые территории, не обозначенные ничем. Дворовые территории – это территории внутри комплекса многоквартирных домов и прилегающие к ним. Вопрос номер 5. Кто из лиц, находящихся на пешеходном переходе, правильно пересекает проезжую часть? Да, все прекрасно знают, что пешеходный переход, по которому участники дорожного движения пересекают проезжую часть дороги, предназначен для пешеходов. А значит, все должны спешиться и преодолевать пешеходный переход как пешеходы, то есть пешочком. Отсюда во вывод, только пешеход Б преодолевает данный участок правильно. Ну, конечно, если предварительно посмотрел по сторонам и убедился в своей безопасности. Ну вот и все. Мы с вами размяли память пешеходам. Желаю всем удачи в достижении поставленной цели. Будьте вежливыми и внимательными на дорогах и в жизни. До новых встреч!